39 лет. Средний возраст российского предпринимателя. Впрочем, по данным ассоциаций молодых предпринимателей, почти полтора миллиона бизнесменов еще не отметили 30-летний юбилей, а это треть от всех российских компаний МСП. Отличаются ли их способы работы от способов старшего поколения, узнали у руководителя блока «Малый и средний бизнес» ПАО «Промсвязьбанк» Константина Басманова. По разным оценкам, сегодня в России функционирует порядка 4 миллионов предприятий малого и среднего предпринимательства. Из них порядка полутора миллионов – это молодые бизнесмены, которые еще не застегли 30 лет. Отличается ли как-то ведение бизнеса у молодых предпринимателей и у предпринимателей, скажем так, предыдущего поколения? Татьяна, очень хороший вопрос, потому что он действительно отличается. В рамках этого же анкетирования мы отдельно выделяем возрастные группы и видим, что в возрастной группе до 35 лет количество предпринимателей, более оптимистичных, оценивающих и свое текущее положение, и перспективы ведения своего бизнеса, оно существенно превышает среднюю оценку. Это повторяется и по стране в целом, по отдельным городам. Молодые предприниматели в большем проценте занимаются вопросами расширения условий ведения бизнеса. Отмечают, что у них новые возможности появляются, связанные с занятием новых рынков, связанные с выпуском нового продукта или выводом нового продукта на рынок. Действительно молодая часть предпринимательского корпуса, и как люди, совершившие меньшее количество ошибок, как люди более оптимистичны, глядящие в будущее, они более оптимистично настроены относительно условий ведения бизнеса, отмечают новые возможности, которые в стране есть. В этом смысле, конечно, молодая аудитория, благодатная аудитория, на которую могут быть направлены меры поддержки, потому что она быстрее откликается на новые возможности. Помимо оптимистичного настроя, насколько мне известно, сейчас все переходит в интернет и в цифру. Как взаимодействуют с клиентом такие предприниматели? Какие платформы сегодня существуют? В сегменте молодых предпринимателей больше половины предпринимателей используют социальные сети и интернет-сайты для привлечения клиентов и поиска клиентов. 90% используют мессенджеры для внутрикорпоративных процессов либо процессов общения с клиентами. Таким образом, процессы цифровизации взаимодействия предпринимателей с клиентами в молодом сегменте на десятки процентов больше, чем в среднем по стране. Предлагают ли сегодня банки услуги для молодых предпринимателей? Специализированных таких продуктов, которые ориентированы именно по возрастному критерию, такого нет, естественно. Но молодые предприниматели чаще начинают бизнес в области услуг, сервисов и интернет-технологий. Поэтому существуют специальные пакеты обслуживания и кредитования компаний, которые именно в этой сфере начинают свой бизнес. Спасибо большое, Костя. Спасибо большое. Удачной работы на форуме. Спасибо.